Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Пенсионер сбил девушку. Один человек получил травмы в результате ДТП на улице Воровского. За громкую музыку перерезала горло. Она открыла дверь и с этого я ей сказала, что ты офигела, что ты так еще раз встанешь. Следственный комитет закончил расследование убийства студентки медакадемии 23-летней Инны Сухинской. Гоняли, потом боролись и оскорбляли. Охотников за острыми ощущениями задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля на улице Верхосумской. Подрезал пассажирский автобус. На улице Ленина камера зафиксировала, как по вине водителя Гранты пострадали несколько человек. Один человек получил травмы в результате ДТП на улице Воровского. Там водитель Киарио сбил 18-летнюю девушку. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла в среду днем у дома 78А по улице Воровского. 67-летний водитель иномарки не заметил на пешеходном переходе девушку. По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля Киарио совершил наезд на 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по обозначенному дорожными знаками, регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия девушка-пешеход получила травмы, негоспитализирована. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В Белой Холунице утром столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным полиции, 55-летний водитель «Лады Гранта» ехал по второстепенной дороге и не пропустил восьмерку на главной. В итоге 38-летняя женщина-водитель трехдверного хэтчбека получила травмы. Медики оказали ей помощь. В деревне Цепеликирово-Чепецкого района не разъехались два фургона. По предварительным данным ведомства, водитель «Газели» не пропустил Исудзу. Автовладельцам предстоит ремонт, помощь медиков никому не потребовалась. На улице Щерса в Кирове столкнулись еще два фургона. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Газели» врезался в припаркованный автомобиль «Фольксваген Т4». Машины получили повреждения, пострадавших нет. На улице Московской напротив 103-го дома столкнулись «Камазы» и «Легковушка». По предварительным данным ГАИ, водитель одного из грузовиков врезался в другой. Затем «Камаз» откинуло на «Шевроле Круз». У одного из большегрузов от удара вырвало половину кабины. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Следственный комитет закончил расследование убийства студентки медакадемии 23-летней Инны Сухинской. Напомним, преступление произошло 5 ноября 2017 года в квартире на улице Московской в жилом комплексе «Малахит». Девушке перерезала горло соседка Ольга Плехова. Все подробности в нашем следующем материале. Квартиру в доме на улице Московской девушка снимала. Тело студентки Инны Сухинской обнаружила собственница жилья. Именно она вызвала полицию и скорую помощь. В социальных сетях писали, что девушку убил серийный маньяк. Якобы это уже шестая жертва. На тот момент найти подозреваемого в убийстве не представилось возможным. Данное преступление имело повышенный общественный резонанс и оставалось неочевидным на протяжении нескольких месяцев. Погибшей было 23 года. Девушка училась на шестом курсе медуниверситета на факультете педиатрии. Следователи и полицейские осмотрели квартиру и опросили соседей девушки. Никто ничего не слышал, не видел. Также были изъяты видеозаписи с камеры у подъезда. Там тоже ничего не было подозрительного. Тогда оперативники поняли, что убийца после преступления все это время оставался в доме и никуда не уходил. На поверхности щитка с электроэнергией, расположенных на том этаже, где жила потерпевшая, были обнаружены патажировые следы вероятного преступника. Молекулярное исследование данных генетических следов позволило установить лицо, вероятно причастное к смерти девушки. Под подозрение попала вот эта девушка. Соседка снизу. Свадебный дизайнер, 30-летняя Ольга Плехова. Как выяснилось, у нее часто возникали конфликты с Ухинской. Инна громко слушала музыку, что сильно мешало Ольге. Она открыла дверь и после этого я ей сказала, что ты что, офигела, что ты так еще раз встанешь. В день убийства Плехова попросила убавить звук, но Инна прибавила. На вторую встречу Ольга пришла с ножом. Выключила свет в квартире Инны и на пороге между девушками произошла потасовка. После чего Ольга перерезала горло соседке. Вот вам виние, как качество этого ножа, подтверждите, как вы его держали. То есть, еще раз, чтобы зафиксировать, клинок ножа был направлен вверх. Свою вину Плехова признала. А сейчас девушка находится под арестом. За убийство соседки ей грозит до 15 лет тюрьмы. Дело передали в Октябрьский районный суд Кирова. Михаил Вагин, место происшествия. Впереди у нас короткая реклама, и вот что вы увидите после нее. Нашли задушенной в собственной квартире. Ссора бывших супругов на проспекте строителей закончилась трагедией. Это я своего алкоголя отдал. А где вы взяли его? В магазине купил. За свои деньги. И здесь решили продать? Просто угостил человека. Щедрый бармен. Алкоголь вот этот вот, кому-то не убежит. Мне. Где вы его, где-то, блин? У меня дома был, я работаю барменом. Там чуть накопилось, тут чуть накопилось. В баре на проспекте строителей продавали алкоголь без лицензии. Гоняли, потом боролись и оскорбляли. Лома, иди домой, пожалуйста, я все решу. Ты на месте, понял? Ты на месте, понял? Лома, пожалуйста, иди домой. Ты на месте, ты с тобой. Лома, пожалуйста, иди домой. Иди, Женька ждет. Охотников за острыми ощущениями задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля на улице Верхосунской. Светофор «Радуга» ввел в заблуждение. На перекрестке улиц Преображенской и Карла Липнихта столкнулись Сузуки и Рено. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В квартире на проспекте строителей нашли задушенную женщину. Как оказалось, 4 февраля она поссорилась со своим бывшим мужем и тот набросился на нее. Все подробности в рубрике «Сводка». 4 февраля бывшие супруги находились в своей квартире на проспекте строителей. Внезапно 58-летний мужчина и 40-летняя женщина поссорились. Бывший муж накинулся на экс-супругу. В результате ссоры подозреваемый перекрыл рукой органы дыхания женщины, лишив ее возможности дышать. Спустя некоторое время мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, а по результату судебно-медицинской экспертизы он признался всадеянным. Спустя время мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его жена умерла. Однако экспертиза подтвердила, что она была задушена. Только после этого подозреваемый признался, что виновен в ее смерти. Обо всем рассказал на допросе и раскаялся. Мужчину арестовали. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Это вы приобрели алкоголь? Да. Приобрели где? Ну вот, в баре. Вечерние посиделки в баре на проспекте строителей закончились не совсем весело, во всяком случае для бармена. Молодой человек признался полицейским, что якобы угостил клиента своей водкой. Это я свой алкоголь отдал. А где вы взяли его? В магазине купил. За свои деньги. И здесь решили продать? Просто угостил человека. В смысле? Да, платили? Решат, значит, 800 рублей за бутылку. Но оказалось, что клиент все-таки выпивку покупал, а не угощался. После этого бармен придумал другую историю. Мол, решил подзаработать и разливал клиентам из своих старых запасов. Алкоголь вот этот вот кому принадлежит? Мне. Где вы его купили? У меня дома было, я работаю барменом. Танк чуть накопилось, тут чуть накопилось. Я не знал, что у нас руководство сегодня на работу придет. Я решил немножко подзаработать через открытие. Вы думаете, что вы сегодня у вас все прям выпьете? А? Вы сегодня выпьете, я могу все у вас? Ну, я притащил, но я думал, что может выпьем. В продаже были представлены спиртные напитки 54 номинований без соответствующей лицензии на их продажу. Из-за обороты изъято 76 единиц продукции на сумму свыше 40 тысяч рублей. По факту незаконной розничной продажи спиртного в отношении бармена возбудили административное производство. Проводится проверка. Волонтеры и полиция разыскивают 15-летнего Дениса Изегова из Слободского. 5 февраля подросток вышел из дома. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Если вы знаете, где находится Денис Изегов, сообщите по телефону на экране. Алина Котрихова, Место происшествия. Охотников за острыми ощущениями задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля на улице Верхосунской. Двое друзей решили погонять от стражей порядка. А когда это не удалось, приятели стали дерзить им, оскорблять и убегать от них. В итоге допрыгались до нескольких правонарушений и, возможно, преступления. Подробности в нашем следующем сюжете. На улице Ленина общественники заметили фольксвагентранспортер, который ехал без света. Инспекторы решили остановить машину, но водитель решил иначе. Подчиняется. Д2 справа остановись. Тихо, 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 не подчиняется. Водитель явно игнорировал требования об остановке, но уехать от патрульного Туарега у него не было шансов. Не подчиняется машина Т2, 488. Анна, 488, Владимир Ульяна, 43. Как только рулевой транспортер открыл дверь из салона, полился не только запах перегара, но и поток безразборной брани в адрес полицейского. Далее оба приятеля вышли. Пассажир автороман, закончив свои оскорбления, пошел в рукопашную с сотрудником ДНД. А водитель Данил принялся бороться с сотрудником ДПС, не желая отвечать за пьяные гонки, пытаясь вырваться и убежать. Впрочем, водитель вскоре выдохся, сдался и пожалел о порыве ярости. Даниилу рассказали о списке нарушений, которые ему вменяют, и он сильно расстроился. Да, я ехал пьяный. Я не хочу проблем. Я ехал пьяный, а что путь у меня на 30 тысяч? Я не хочу. На пьяную голову он подумал, что у него навсегда забрали документы. Все началось с того, что вы пьяный за Россией. Правильно? Согласен. Ну, пожалуйста, отдайте мои документы. У меня очень давят руки. Вас оформят документы верно. Я готов быть повиновонен. В это время буйный пассажир Роман, похоже, так и не понял, что произошло. Ну и что смысл? Роман, ну зачем так себя вести было изначально? Ну? Можно же было спокойно как бы переждать, его бы оформили и все спокойно бы домой ушли. Спокойно? Да. Зачем было такси вести? Что значит спокойно? Тем временем Даниил дул в трубку алкотестера. С результатом водитель был более чем согласен. То, что у вас на данный момент установлено состояние алкогольного пьянения, вы согласны? Полностью согласен на 102%. По данным полиции, на водителя составили протоколы за пьяное вождение. Это в перспективе штраф и лишение прав. За то, что он не остановился по требованию 500 рублей за вождение без света. Также 500 рублей штраф. А за неповиновение суд уже назначил ему четверо суток ареста. Пассажир же отсидел в спецприемнике трое суток. Плюсом ко всему, за оскорбление представителя власти приятелями наверняка займется Следственный комитет. Сергей Пичугин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите далее. Подрезал пассажирский автобус. На улице Ленина камера зафиксировала, как по вине водителя Гранты пострадали несколько человек. Светофор «Радуга» ввел в заблуждение. На перекрестке улиц Преображенской и Карла Липнихта столкнулись Сузуки и Рено. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Ленина камера зафиксировала, как по вине водителя Гранты пострадали несколько человек. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Ленина водитель Гранты подрезал пассажирский автобус, после чего в салоне упали сразу несколько человек. Провокатор на Гранте даже не понял, что произошло. Впрочем, сейчас он должен понять, что после его действий пострадали люди. На улице Комсомольской водитель автобуса хотел высадить пассажиров на остановке, но проскользил по гололеду и столкнулся с «Фольксвагеном». Пассажиры в салоне не пострадали. Мастер парковки на иномарке отделался лишь легким испугом. По словам автора видео, причиной аварии стала наледь, которую, несмотря на все обращения, никто не убирает. На Победиловском тракте водитель иномарки пошел на опасный обгон и уехал в Кювет. В итоге владелец регистратора остановился, чтобы помочь водителю. В Кирове на улице Производственной водитель десятки остановился на желтый сигнал, а шофер на фургоне, видимо, хотел проскочить перекресток. На улице Екатерины Кочкиной таксист на Рено процарапал машину с камерой. По словам автора видео, таксист скрылся с места происшествия, он сделал вид, что ничего не заметил. Впрочем, пострадавший водитель запомнил номер Т-154 НТ-43 регион. Сейчас нарушителю грозит лишение прав. На улице Труда водитель учебной Митсубиси неудачно объехал попутный кроссовер Хёнде. Водитель кроссовера в итоге освободил дорогу и припарковался. Инструктор на Митсубиси вышел из автомобиля и схватился за голову. На перекрестке улиц Преображенская и Карла Липнихта светофор «Радуга» ввел в заблуждение водителей Сузуки и Рено. Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpokerovsobaka.ru или звоните и сообщите по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте или проследить за проектом в Инстаграме и Телеграме. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи.